МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Донбассе сегодня зафиксировали 13 обстрелов со стороны боевиков. ВСУ соблюдают перемирие и ответный огонь не ведут, сообщили в штабе АТО. Наибольшую активность противник проявляет на мариупольском направлении. Подробнее с линии огня наш военкор Ирина Баглай. Руслану-18 по достижении совершеннолетия сразу подписал контракт и отправился в зону АТО. Не по годам серьезный, он хорошо знает, насколько опасна здесь беспечность. Самое страшное, говорит обстрел из танка. Его бойцы не раз видели на трассе в полукилометре от своих позиций. Он стрелял прямо на водку и тогда прилетел. У нас тогда четверо контузии не забрали. Как лебедя слетает, так и шум стоит. Ну, это он летит просто. У него на конце такие с руки десь толщиной ци. Они просто крутятся, он витр просто такой, шум идет. И падает, взрыв. Но несмотря на обстрелы, пехотинцы и мысли не допускают об отступлении. Слишком дорогой ценой дался им этот рубеж. Роман был в составе штурмовой группы, когда наша пехота, отражая атаку, выбивала противников из их же окопов. Когда я взлазил с бруствора, забираю ЧБК, напротив меня упал в снаряд. Я не знаю, что это было, но очень сильный был взрыв. И чудом не зацепило ничего в меня. 22-летний медик, который не намного старше Руслана, тогда сам был контужен. Когда убил Орла, там еще с ним двух партнеров, я сидел неподалеку, в трех метрах от них, и как раз снаряд упал сразу. То есть первый снаряд, который прилетел, вот такой тяжкий, и сразу считаю, что в четырех было три убитых. И один такой поранен с осколками. После госпиталя сразу назад к своим. Пока тихо восстанавливают укрепления, уже сбились со счета. Сколько раз приходилось отстраиваться. На передовой приказ не отвечают на провокационные обстрелы. По разведданным, у противника приказ такой же. Но над позициями армейцев по-прежнему раздаются выстрелы. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Все журналисты прорываются на передовую. Неизвестная представившаяся спецкорреспондентом 112 канала Анастасия Исохай, пыталась попасть на военные позиции в районе Авдеевки. Курьезная ситуация в том, что именно в это же время и в этом же месте сама Анастасия уже работала на передовой. О самозванке, которая прикрывается ее именем, журналистка узнала от пресс-офицера бригады. О неизвестной тем временем спешно покинула город. Кто это был, теперь выясняют спецслужбы. В штабе АТО говорят, маскировка под журналистов в случае не единичный, но большинство военкоров хорошо известны бойцам. Я не думаю, что этот случай может каким-то чином нашкодить мою репутацию, потому что я то маю официальную акредитацию, в принципе, есть какие-то такие известные контакты, есть уже люди, с которыми тут не есть одна и не много журналистов, которые на первый год працют на передовую, знакомые, контактуют, поддерживают какой-то связок, поэтому какой-то такой загрозы для моего каналу или для меня лично, я тут не вижу. Нужно сделать какие-то такие выяснения, чтобы каким-то чином поселить контроль на передовую. Украинский гимн снова прозвучит в оккупированном Донецке, уверен президент Петр Порошенко. Глава государства в своем поздравлении к Дню города написал, Украина борется за возвращение Донецка. В Твиттере он также разместил видео, где во время Евро-2012 на Донбасс-арене всем стадионам поют гимн Украины. В Судане убили американского журналиста Кристофера Аллена, который работал на Донбассе. 26-летний репортер оказался в эпицентре боевых действий в городе Кая. Туда он поехал, чтобы освещать гражданскую войну, которая началась в 2013-м. Кристофер Аллен одним из первых зарубежных корреспондентов опубликовал материал о сбитом Боинге MH17 на Донбассе. Он также освещал оккупацию Донецкой и Луганской областей, проблемы коррупции и свободы слова в Украине. Стали известны имена участников вчерашней перестрелки в Ивано-Франковске. Это бывший депутат Гурсовета от партии регионов, владелец продуктового рынка Игорь Халаменда и Анатолий Француз-младший, сын бывшего начальника милиции Ивано-Франковской и Ривненской областей, генерала МВД Анатолия Француза. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на показания очевидцев. В полиции эту информацию нам не подтвердили, но и не опровергли. Что-либо комментировать пока отказываются. Напомню, конфликт со стрельбой возник накануне между посетителями в одном из ресторанов города. Два человека получили ранения. Все участники, включая пострадавших, скрылись. Вскоре полиции удалось задержать три авто, в двух из которых нашли оружие. Одна из машин, по утверждению журналистов, принадлежит сыну генерала Анатолию Французу, а вот Игорю Халаменде якобы удалось сбежать вместе с одним из раненых. Сан-Нардепа Настарашов речен на элитном авто, сбил мужчину в центре Киева. ДТП произошло поздно ночью, пострадавший с множественными травмами госпитализирован. В свою очередь, виновник аварии с места происшествия не сбежал, заявив, что готов сотрудничать со следствием. Авария произошла на улице Шатару-Ставели. На пешеходном переходе водитель элитной иномарки Бентли на большой скорости сбил 31-летнего мужчину. В результате пострадавший получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. За рулем авто находился сын нардепа Нестора Шуфрича. Наркологическая экспертиза показала отсутствие алкоголя или других веществ в крови нарушителя. Виновник ДТП заявил, что намерен сотрудничать со следствием и до окончания процессуальных действий не покинет территорию Украины. В пресс-службе нардепа заявили, что Нестор Шуфрич-младший не покидал место происшествия. В свою очередь, парламентарий распорядился оказать помощь пострадавшему, обеспечить компенсацию, в том числе и за моральный ущерб. Также в пресс-службе подчеркнули, что элитное авто не принадлежит сыну Шуфрича. Машину предоставил автосалон для съемок клипа. Видео собирался снимать один из его друзей. И еще одно ДТП в столице. В этот раз виновником стал водитель москвича с арсеналом оружия в машине. Авария произошла на мосту Патона. Легковушка на скорости вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик. От удара водителя зажало в салоне. Его госпитализировали в критическом состоянии. Во время осмотра в багажнике москвича нашли оружие, боеприпасы и гранаты. Вначале полицейские заявили, что арсенал учебный. Но затем сообщили, что окончательные выводы сделают уже после экспертизы. Все человек получили осколочные ранения в результате взрывов на оружейном складе в Азербайджане. Это произошло в поселке Гелязи. По информации Минобороны страны, на складе случился пожар. Потом начались взрывы. Несколько снарядов попали в жилые дома. Из-за этого перекрыли магистраль Баку, граница России. Сейчас эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов. На месте работают пожарные бригады. Гендерное табу в США. Грандиозный скандал из-за решения Дональда Трампа запретить службу в армии трансгендерам. Тем, кто, родившись женщиной, чувствует себя мужчиной и наоборот. Обама сделал для них послабление, но новый хозяин Белого дома сейчас пытается изменить это. Истории тех, кому теперь нет места в армии, слышал Дмитрий Анопченко. Полковник Сваковский давно в отставке, но по привычке каждое утро поднимают у дома американский флаг. И с гордостью показывает свой идеально выглаженный мундир, словно ей сегодня на службу. 35 лет Шерри прослужила, а точнее прослужил в американской пехоте. Будучи от рождения мужчиной и скрывая от всех свои чувства. Мол, живет не в своем теле. Я служила, скрывая истинные чувства, чтобы не потерять работу, если только признаюсь. Те, кто так уже сделал, теперь под угрозой увольнения. А в этой даме, которая сейчас и писательница, и эксперт, однополчане вряд ли узнают своего коллегу по службе в военно-воздушных силах страны. Многие уже признались сослуживцам, и теперь придется опять менять документы, чтобы остаться в армии и жить с такими последствиями. И это ужасно. Истории людей, которые убеждены, природа ошиблась, дав им при рождении не тот пол. Теперь каждый день на американском телевидении. Но интервью дают лишь те, кто давно в отставке. Те же, кто все еще служит, молчат. И их в американской армии очень много, уверяют эксперты. Будут уволены свыше 15 тысяч военнослужащих. Нельзя менять политику страны сообщением в Твиттере. О решении зачистить армию Трамп действительно по привычке сообщил американцам в соцсетях. Написал, мол, войска на победах должны сосредоточиться вместо огромных медицинских расходов и неразберихи, которые приведет служба в армии трансгендеров. И сейчас, как и во времена, избирательная кампания Америка снова разделена. Пол страны говорит, Трамп прав. Нечего устраивать бурю в стакане воды. Армия не место для таких вещей. А другая половина, в основном те, кто были за Клинтон, оппонируют. Мол, а как же гражданские права? И какая, по сути, разница, носит человек костюм или платье, и какого он пола, если он честно служит своей стране? Разделены и сами военные. При Обаме их так долго приучали к политкорректности, что сейчас многие генералы открыто выступили с критикой нового запрета. А дочь главы американского МВД, неслыханное дело, так и вовсе оскорбила президента. Ее довольно жесткие слова цитируют ведущие СМИ страны. Так что теперь снова стоит ждать и демонстраций, и громких акций протеста, и мобилизаций как противников, так и сторонников Трампа. Слишком уж разобщили Америку принципы, которые новый президент сейчас пытается менять. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. За август уровень доверия граждан к нему рухнул на 14%. Это результаты ежемесячного опроса французского института общественного мнения. По его данным, только 40% респондентов довольны работой Макрона, другие ему не доверяют. Накануне стало известно, что за три месяца на посту президент потратил 26 тысяч евро на макияж. Также граждан возмутило желание Макрона дать своей супруге должность первой леди, которая оплачивается из госбюджета. Недовольный свист для Ангелы Меркель. Кто и почему пытался сорвать эггодационное выступление канцлера Германии и во сколько обойдутся немецким налогоплательщикам предстоящие парламентские выборы. Татьяна Лугунова подробнее. Предвыборный митинг Ангелы Меркель в городе Кведлинбург. Послушать канцлера пришли не только симпатики христианских демократов, но и их ярые оппоненты, активисты партии «Альтернатива для Германии». В толпе их легко узнать по плакатам «Меркель должна уйти» и громкому свисту. Некоторые думают, что проблемы людей в Германии можно решить криками. Я так не считаю. И надеюсь, что большинство людей на этой площади такого же мнения. Выпад Меркель альтернативщиков не впечатлил. Они еще не раз прерывали ее выступление. Особенно громко свистели, когда канцлер защищала свое решение принять сотни тысяч беженцев из Сирии. В 2015 году к нам приехало очень много беженцев. Да, понятно, понятно. Я бы хотела поблагодарить мэров, региональных политиков, представителей церквей, всех, кто помог в той чрезвычайной гуманитарной ситуации. Недовольные выкрики и свист вскоре Ангела Меркель может услышать и в Бундестаге. Соцопросы не оставляют сомнений альтернативой для Германии. Преодолеет проходной барьер. И впервые пройдет в парламент нового созыва. В Бундестаг немцы будут выбирать уже меньше, чем через месяц. Голосование состоится 24 сентября. И эти выборы будут не только интересными и напряженными, но и самыми дорогими в современной истории Германии. Из-за подорожания почтовых услуг и расходов на вспомогательный персонал. Они обойдутся стране в 92 миллиона евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Около полумиллиона человек вышли на митинг против терроризма в Барселоне. Так испанцы почтили память 16 жертв атаки ИГИЛ на улице Рамбла. В марше под лозунгом «Я не боюсь» принял участие премьер-министр Испании Марианна Рахой и глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт. К митингующим присоединился и король Филипп VI, впервые в истории испанский монарх, пришел на демонстрацию. Мы должны сказать, что не боимся. Впрочем, это может случиться с тобой в любое время и становится страшно. Но страх нас не победит. Мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны показать, что жизнь продолжается. Следующие атаки исламского государства можно ожидать в Ватикане. Террористы планируют нападение на папу римского Франциска I. Об этом рассказал госсекретарь Ватикана агентство Associated Press. По его словам, на телеграм-канале сторонников ИГИЛа опубликовали видео, где утверждают, что следующая их цель – это папа. Госсекретарь отметил новости. Его напугали, но уровень подготовки служб безопасности в Ватикане очень высок. 8 человек погибли, четверо травмированы в результате масштабного ДТП в Великобритании. По пути на Ньюпорт Пагнал два грузовика буквально раздавили микроавтобус. Авария случилась ранним утром по местному времени. Все три авто ехали в одном направлении. Полиция подозревает, что трагедия произошла по вине водителей грузовиков. Обоих мужчин задержали из-за ДТП. На 9 часов закрыли одну из главных автомагастралей, из-за чего возникли огромные пробки. Сжиженный газ по 10 гривен за литр. Такую справедливую цену требуют от украинского правительства социал-демократы. Об этом заявил их лидер, нардеп Сергей Каплин на съезде партии в Черновцах. По его словам, сжиженный газ едва ли не единственный способ выживания тысяч украинцев. Альтернативным топливом пользуются водители маршруток, такси и многие автомобилисты. Поэтому, считает нардеп, необходимо установить граничную стоимость пропанбутана на уровне 10-12 гривен, а также следует строить больше газовых хранилищ. При этом стратегические запасы должны составлять минимум 50 тысяч тонн. Нардеп уже подготовил обращение к президенту и к обмину с требованием разобраться в ситуации, а также отстранить от работы глав Госкомрезерва и Антимонопольного комитета, поскольку, считают, резкое подорожание на 40% сжиженного газа вызвано сговором монополистов. Первое. Прийти постановку Кабинета Министров Украины про обмежение верхней границы в цене на уровне 12, максимум 12 гривен. Другое. Звернуться к Антимонопольному комитету. А я хочу наголосить, що керівник Антимонопольного комитету обирався по квоті Народного фронту і Яценюка. Третя важлива складова – керівництву «Укргазвидобування», де теж директор підприємства, призначений по квоті Арсенія Яценюка і Народного фронту, зробити невідкладні кроки, заходи, аби збільшити виробництво підприємства українського газу частки, як мінімум з 20 сьогоднішніх відсотків до 50 відсотків. В регіонах снова нехватка медпрепаратов. На этот раз в дефиците вакцина БЦЖ. Так, в перинатальном центре Івано-Франковська її нет уже більше двух місяців. Це при тому, що вакцинації із-за критичної ситуації з заболіванням туберкулезом підлежат всі новорождені. Коли ждати появлення препаратов, вияснювали наші корреспонденти. На дніх Алла Лаврів родила третєго дитина, доча Ілону. Двом своїм старшим сінов'ям жінка робила прививки від туберкулезу сразу в роддоме. Говорить, планировала вакцинировати і дочь, але, як вияснилося зараз, в областному перинатальному центру зробити це не можуть. Я знаю, що при виписці з роддома завжди дітей вакцинують. Бо нас так вакцинували двох. Зараз тут вакцини немає. Врачи центра розповідають, десятки роженець ежедневно просять зробити прививки младенцям. Але, к сожалению, не вимагаються всім відмовляти. Вакцинировати попросту нечем. Прошлогодні запаси в больниці закінчились ще два місяці назад. А нові не поступили. Після іншого дня новонароджена дитина повинна бути привита протитуберкулезною вакциною. Зараз це дуже актуально, тому що в країні дуже поширено захворювання туберкулез. Тому кожна мама готова провести це біцжування. Однак на даний момент її немає в нас наявності. Обеспокоїних родителів врачи перинатального центра успокаивають. Прививки можна зробити в детській поліклініці. Але, як вияснилось, і там вакцини БЦЖ вже давно немає. Вакцини БЦЖ зараз на даний час у нас в поліклініці немає. Минулого року, в вересні місяці, ми отримали за рік 8500 доз вакцини БЦЖ. Ми охопили приблизно 2390 дітей. В городському управлінні здравоохранення о дефіците вакцин БЦЖ знають. Говорят, з цим вопросом вони вже обратились... Дякую за перегляд! 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 Этот аппарат необходим для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. Это дает женщине, когда выявили патологию, избавиться от нее и забыть про эту патологию как про дурной сон. Таких аппаратов в центре два. Этот несколько лет не работал из-за поломки. Сердце этого аппарата является рентгенская лучевая трубка, стоимость ее составляет около 300 тысяч гривен. Дорогую запчасть для центра приобрели в благотворительном фонде возрождения. Я очень благодарна за то, что вы нам отремонтировали маммограф и мы сейчас смотрим и выявляем на ранних стадиях рак именно молочной железы. Теперь врачи могут каждый день обследовать в два раза больше пациенток. Нам вот сейчас фонд возрождения дал сертификат на 60 тысяч долларов, подарил, да, для того, чтобы мы поставили все полностью наблюдение. Наблюдение по центру, потому что очень много краж, очень много всего. Уже много лет фонд курирует десятки больниц и диагностических центров по всей Украине, говорит глава возрождения Владимир Мунтян. И также мы работаем с другими онкологическими центрами, помогая с химиотерапией, с лекарствами, с оборудованием. Также мы детские дома, которые сегодня, особенно дети с ДЦП. Это всегда была нашей мечтой. Даже тогда, когда у нас не было такой возможности, у нас не было денег, мы все равно что-то делали всегда. И мы мечтали помогать, во-первых, посмотреть вокруг, что сегодня происходит конкретно в нашей стране. Люди социально не защищены. Мы считаем, что мы должны делать все возможное, чтобы помочь сегодня людям, чтобы, делая какие-то дела, мы видели реальные результаты. Сейчас в Киевском диагностическом центре готовятся запустить и новый метод скрининга рака шейки матки. В Англии, во Франции, в Италии и во многих странах мира, в Канаде, уже вообще не знают такого диагноза, как рак шейки матки. Это для женщины. Это все. Это полностью. Каждая женщина пройдет. И мы начнем полностью это делать для города Киева. Скрининг позволит выявлять заболевание на самых ранних стадиях, благодаря своевременным анализам и эффективно лечить его. Новый метод надеются запустить уже в ближайшее время. Это позволит спасти тысячи жизней, уверены здесь. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин